проверяем связь если все слышно хорошо скажите пишите ok ok хорошо в общем сегодня мы будем проводить очередной вебинар по клубе меня зовут василий яковлев немножко по удаленке не сработает сдам типа домашних условий да мы все так сейчас работаем я вас всех приветствую в этом вебинаре постараемся коротко вам ответить на все вопросы вот я как руководитель направления в интуристе направлении клуба вижу что буду первым до в этом вебинаре постараюсь был к быть коротком чтобы наш рубин акоста представляется . диамонт на его приветствуем тоже мог больше вам рассказать по отельной базы яму так как она очень присутствует на на остров коко каю гием где уже мы не летаем то может рассказать уже в частности по отелям мы постараемся до давать вам общую информацию по кубе что изменилось то с того момента когда начались первые рейсы это что мы имеем сегодня да то есть если будут вопросы мы постараемся тоже ответить по ходу вебинара какие-то вопросы ответим в конце но мы постараемся так если я так понимаю у нас выделяется полтора часа и мне частности 45 минут вот за эти 45 минут мы пройдемся по основные вопросы по кубе вот а рубин и нас поможет дополнить уже в частности то что мы не успеем сказать это часть которая будет связана с отеля диамонт будет на это уделять внимание значит приступаем приступаем чтобы не терять время клуба одна из направлений которые разрешен у туризм то есть у нас разрешено уже лететь и это очень хорошо для тех которые первый раз продает продает клубу конечно информация важным может быть уже кто-то уже продавал уже с география все отлично поэтому мы только будем повторить повторять но будет достаточно быстро то есть куба у нас находится в первую очередь это страна ладинской америки на карибском бассейне это остров но нельзя сказать что это чисто один остров и все то есть это архипелок который состоит из большого острова куба и около 2500 мелких островов одни побольше другие поменьше и вот что стоит 2500 острова это очень важно потому что наша профессия туризм она и связана с этими мелкими островами в основном вот карибский бассейн тоже вам знаком потому что кроме кубы тут имеются другие страны которые тоже в данный момент не делается но долго вида тоже осуществлялись перелеты прямо из россии очень интересно это доминиканская республика это канкун мексика мотогубей ямайка но и флорида тоже летают из москвы прямые рейсы в майами поэтому тоже очень важно то есть на севере у нас северных штатов на западе у нас будет мексика канкун самая близкая . канкун будет вот на юге ямайка и на востоке нас находится остров гаити остров который делится между двумя государствами сам государства гаити и доминиканская республика плюс еще мелкие острова есть другие государства но это для нас сейчас не представляет интерес это багамские острова это кола бывшие колонии франции голландии и так далее которые тоже расположены здесь на карибском бассейне важно знать что здесь на на юге кубы это карибский бассейн на все на севере омывается антлантическим океаном остров по размеру у нас получается сто десять тысяч шестьсот восемьдесят квадратных километров это ну да сам большой остров на карибском бассейне но из них около пяти тысяч километров занимается как раз вот эти мелкие острова столица кубы это гавана здесь находится на западном полушарии вот еще важные города это симферус тринидад камагуэй сантьяго-де-куба на юге альгин это провинциальные города столицы вот этих провинций до который расположен вдоль кубы то есть население 11 миллионов и естественно основная масса то есть часть на это население находится в гаване 2 миллиона курорты с точки зрения курорта и отдыха для туристов наверно все знаете варадера варадера находится на восточной части от города гавана 140 километров то есть 140 километров гаваны находится самый известный курорт варадера после 90-е годы когда на кубе решили развивать туризм естественно появились другие интересные курорты так как на севере кубы расположены архипелок который называется хардин из дель рейн то здесь были построены дамбы то есть большие дороги которые соединяют большой остров то есть материковый остров от этих мелких островов и так получилось у нас три такие дороги сейчас эксплуатируется в основном 2 то есть одна который идет от санта-клара до остров лас брухас и сына ческая санта-мария и мы называем этот курорт общее название кая санта-мария хотя эта дорога проходит через три острова которые на каждом из которых есть отели потом у нас есть остров каю коку и каю гиерму на севере сего для вела то есть когда мы заканчиваем город муром есть дорога двадцать семь километров который идет от материка до остров каю коку следом за каю коку у нас находится на западе остров маленький остров каю гиерму вот и на востоке другие острова которые сейчас для нас не представляет интересный но где будут тоже строится отели уже построены как это каю передом каю круз они находятся на запад каю ку сегодня мы их не будем затрагивать но чтобы уже примерно знали вот кроме курорты вот здесь на севере который можно доехать машина если вы и находится на материковой части то еще имеется курорт на остров кайларга на юге на карибском море вот здесь нет дороги только можно долететь самолетом либо морским путем то есть нужно либо катер лодка или так далее то есть тут только вот такой вариант посещения кайларга кайларга это курорт на карибском море еще известный курорт уже на материковой части это курорт санта лусия это курорт альгин здесь на востоке те которые ну продавали именно восточную часть на я насыкали город один гвардаловака вот и сам район сан пляж санта лусия и так далее это восточная часть клуба вот это по поводу расположение этих курортов дальше здесь мы немножко из-за их эти эти же курорты эти достопримечательности эти города мы постарались узком формате их вам показать то есть вородера видите там фотографии налево наверху слева это длинная коса 21 километров вот это самый важный курорт здесь на клубе то есть важное по количеству отелей номерного фонда но и потому что уже имеет история то есть вородера было начался строится или освоил освоил освоился и начался в 1887 году вот после этого конечно здесь в первую очередь отдыхали богатый класс кубинский строились отели уже на нас начале двадцатого века первые отели были построены ну и так далее сегодня уже весь вородер уже построен то есть нет почти пустые места где уже не строился отель то есть почти все уже построено до самом конце косы вот потом идет кайларга который находится на карибском море тут находится самые красивые пляжи на кубе можно сказать кайларга это самые самые и всех пляжей которые находятся на кубе хотя я вам говорю на кубе пляжи все отличные особенно на островах на севере вородероса значится одна из самых лучших пляж на мире поэтому с этим нет вопросов есть место на западе в пенадеррио это называется виниалис признанную венецкого как одна из самых таких достопримечательностей это при шум но с точки зрения природы здесь находятся горы и где выращивается кубинский табак то есть делается в основном экскурсию в эту сторону для тех которые приезжают гавану многие посещают это место один один у нас интересно своей тоже природы потому что она отличается полностью от который есть на островах вот и ну тоже красивые пляжи которые находятся на этом месте но я вам уже показал это все острова которые на севере при примерно природа примерно одинаково все таки это островные островные острова то есть там нет горы тот там в основном все это равнина и конечно есть своя экосистема своя экосистема то есть в основном это мангровые рослы и там птицы свои которые на этом регионе проживают пеликона и так далее то есть на юге на на юге кубы тоже есть города важные то есть есть такие города туристический как симфонус тринитад тоже поселили сантьяго-де-куба то есть все эти города посещаются на экскурсию зависимости где в каком курорт отдыхают туристы есть на западе куба мария лагорда мария лагорда это уже самая западная часть где место любима для дайверов и конечно самое важное место это кого разговоренно со своим контрастность свои истории свои культуры то прилетает в гавану кто даже посещает кубу всегда стараются побывать главное чтобы увидеть свою красоту свою историю свою именно тонкости до которые нет в других странах мира это машины 50-х которые по кубинскому улицам это прошлое и по советское прошлое вы хотя потому что еще на кубе и строится социализм и и многие которые поколение советского союза конечно будут вспоминать вот эту часть сейчас мы летаем на каю коку исключительно то есть не все курорт открыли не то что курорты разрешение перелет на клубу только разрешено перелеты из каю коку поэтому эта информация у нас будет динамично меняться в зависимости как будут открываться для других к векам для авиакомпании другие курорты потому что вы знаете зависит от разрешения правительства да то есть и правительство даст разрешение что самолеты могут летать варадейра в гаван и так далее ну и полетят то есть запросы на перелет разные аэропорты кубы уже да уже есть но за разрешение пока данный момент на 4 рейса то есть два и делает азур сейчас не только воскресенье разрешили в среду летать воскресенье по средам и пегас который тоже летает два раза в неделю надеемся что скоро разрешать другие перелеты на другие города очень важно чтобы было разрешение на варадера потому что варадеры все-таки очень важное направление вот гавана думаю что тоже потому что это место куда летает регулярный рейс аэрофлота но и другие города санта-кларе альгим тоже есть запросы на чартерные перелеты но пока то что мы сейчас имеем это 44 частоты на кайукуку чтобы въезжать на клубу очень важно иметь другой но документы документы важны это паспорт и билет при этом когда клиенты пересечают границу они заполняют иммиграционную карту они заполняют таможнюю декларацию но сейчас добавилось у нас бланк декларации состояния здоровья бланк состояния декларации состояния здоровья это юридический документ то есть он важный вот потому что если клиент есть хронические болезни вот и они декларируют кубинская сторона не может обратить внимание то все таки не знаете что ковид как раз вот этот вирус бьет именно для людей которые имеют вот такие заболевания поэтому их нужно декларировать что медперсонала отеля знал что человек там ну допустим диабетом сакром болеет или что-то другое это нужно очень важно вот значит на клубе по поводу правила въезда в страну они очень четко то есть это безвизовая страна но есть одно особенность который добавила сейчас это что при прилету в аэропорт вам делают первый тест делается тест на клубе и клиенты после этого теста возят на трансфере держит расстояние там в автобусах что если ты готов 50 человек а там заполняют только 25 человек воздержит расстояние и возят вас в отель ваш отель где вы должны там находиться рекомендуют сразу держать дистанцию там стараться не смежно первые вот эти 24 часа стараться не соблюдать все меры при осторожности потому что результаты не получаются сразу клиента получат результаты только через 24 часа через 24 часа может быть такое что клиент или какой-то маленький процент я может быть никто но может быть кто-то будет положительный такие случаи уже были вот к сожалению туристы не проверялись перед отъездом на клубу то есть вообще не проверялись думали что они здоровы и когда прошли тест на клубе они получились положительно вот это самое важное то есть кубинское государство правительство рекомендует всем туристам перед поездку на клубу все себе проверять чтобы не рисковать оформить страховку от не выезда обязательно потому что если получится так что вы сделаете тест три дня до поездки на клубу и вас это ну чтобы не потерять деньги и не потерять поездку то у вас будет страховка от не выезда это тоже важно но если получится так что у вас есть вы будете положительно на клубе ну конечно это плохо плохо потому что вы попадете на карантин сразу вас нужно лечить вы не вы уже человек если положительно он заразный да то есть нужно тоже соблюдать безопасность других туристов которые там отдыхают самое конечно ситуация более сложное да вот этот положим клиент который положительно сейчас определили что его возят в отель соль кайококу то есть остатки соль кайококу он приспособлен сейчас для клиентов которые болеют корид вот там находится медперсонал и они обслуживаются первую очередь медперсонал потому что все таки персонала отеля и персонал медперсонал это разные люди не связаны к у каждой есть свои функции и когда человек болеет идет на карантин он должен но он уже не на отдых он на карантине и вот это бывает туристы сразу не понимают что его будут обслуживать уже как больной они как турист туристом только был когда он не болел а когда уже болеет то у него соблюдать и есть диета соблюдается определенная диета тоже потому что человек больной наверное они будут кормить просто так любой еду то есть нужно все таки это сбалансированная еда чтобы не повредила человека больше вот его конечно ходить свободно не дадут потому что он находится на карантине это важный элемент тут вопрос даже не к человеку который болеет а больше человек который его сопровождает потому что если человек который его сопровождает сопровождает он дал отрицательный то он попадает в поле подозрительный а если клиент подозрительный то его у него тоже будет карантин пять дней только своем отеле то есть он остается своем отеле в своем номере и здесь его тоже будут обслуживать медперсонал потому что все таки он поздозрительный но не положительно должен пройти второй тест через пять дней который будет результат если будет положительный его тоже проведут в отеле 40 коку если даст отрицательный ему дадут уже отдыхать возможно отдыхать с другими туристами вот для этого клиента конечно ситуация не очень хорошая потому что если он дал отрицательный вот во второй раз то он все равно потерял пять дней своего вот это конечно тот пункт который мы тоже обсуждались с кубинской стороной мы в общем убийца пока на это не реагирует в сторону что будет облегчать смягчать вот такую правило туристы должны знать поэтому советую всем проверяться перед вылетом на это единственный выход проверяться перед вылетом на пути не менее что турист когда прилетает обратно в россию должен снова сделать свой контроль тоже через три дня его повесить на сайт что он сделал так что и карантин такая ситуация безвыходная вот дальше но тут я вам показываю на рисунку как какие правила на соблюдать что клиент проходит вот этот курс то есть в аэропорту в аэропорту сначала было немножко не учитывали большой объем туристы который был прилетел на самолет и конечно было немножко не организовано сам процесс но сейчас этот вопрос уже решили и мы читаем в прессу что уже нет такие проблемы которые делаются достаточно оперативно поэтому уже проблема нет по поводу пляжи кубы считается юнецко одни самых чистых пляжей в мире вот наверху я показываю что представляет в мире пляжи вот это что представляет кубинские пляжи то есть когда туристы решается ехать на кубу он это в основном это первое это 90 процента едут российские туристы на пляжный отдых они должны знать что пляжи кубы соответствуют безопасность туристов по качеству по чистоте воды и так далее то есть там нет такого как допустим у нас было на юге вот это лето хотя был к вид но в крему допустим сочи там эти дистанции не соблюдались и конечно увеличение к вида в россии тоже связано то что мы на юге получили тоже создаются проблемы другие страны другие страны тоже есть проблемы бывают природные проблемы которые сейчас их нет в данный момент но были в прошлом году когда водоросли сразу большое количество водорослов было на пляжах мексика и хотя мексика имеет суперские пляжи они конечно пострадали очень много отелей от водоросли да то есть пришло принимать меры и так далее то есть мы сталкиваемся ситуацию мире где и вирусы и и разные проявления неосторожности человека к природе конечно ухудшает качество но на кубе вы должны быть уверены что у вас с точки зрения моря солнце все отлично но с вирусом я называю это биологическое оружие в хорошем смысле и в плохом в реале более с болезнями куба уже страдает уже достаточно долго потому что когда испанцы открывали клуба не была чума европе туда и первобытное население клуба была уничтожена полностью и только истреблена как рабы в основном как именно за счет болезни которые привезли испанцы они не могли защититься никак не было лекарств для этого поэтому коренное население кубинская на клубе те которые жили они аборигины уже их нет то есть это не как другие государства которые еще можно встретить аборигинов да то есть потомки аборигинов на клубе нет потомки аборигина там это потомки испанцев или африканцев которые потом привозили как рабы. Значит, вопрос очень важен на Кубе, всегда задают вопрос погоды. Но сейчас уже начался зимний сезон, и поэтому ураганов не будет, в зимнем сезоне не бывает ураганов, вообщем ураганы это сезон от мая до октября, но это тоже явление очень такое маловероятное, оно бывает, но тут нужно знать курс этого урагана, сила этого урагана и так далее. То есть если сила там один балл, то она не представляет никакой опасности. Что больше возмущает турист, наверное, вечером, когда начинаются дожди. То есть на Кубе утром солнце светлое, небо чистое, солнце греет хорошо, и даже надо прятаться от солнца уже к 12 часов в часу, а уже вечером появляются тучи, начинаются дожди, но тоже это не опасно, с точки зрения вода теплая, когда дождик идет, тут опасно, когда грозы. Вот если есть грозы, конечно, тут нельзя купаться, потому что это уже, конечно, опасно. Но как эти дожди кратковременно и в основном происходят, к 6, к 5, к 6, к 7 часа вечера, когда уже туристы находятся в номере и уже готовятся на ужин. Поэтому с точки зрения, чтобы погода сломала отдых туристов, тоже очень маловероятно именно зимой. Зимой, конечно, температура бывает теплая и бывает и холодная. То есть у нас зима все-таки бывает, да, там 18 градусов, 15 градусов бывает, когда спускается ниже, но это кратковременные дни, там 2-3 дня может быть такое, что температура даже спустилась до 10 градусов. В основном температура держится, колеблется 24-25 градусов зимой. Вот, самый холодный это январь. Январь месяц, чуть-чуть февраль может быть, а уже с марта месяца уже тепло. Самый лучший месяц, конечно, для русских, с точки зрения, что не так жарко и не так холодно, это апрель, это ноябрь, тоже хорошая погода. Вот. Мне кто-то звонил. Хорошо, дальше идем. Транспорт. На Кубе транспорт делается на современных машинах. Многие задавали вопрос, на чем делаем транспорт. На машины современные, с кондиционером, автобусы. Вот, групповые транспорты делаются на транстур. Индивидуальные делаются на обыкновенной такси. Еще можно запрашивать эксклюзивные машины, но это в меньшей степени. Все машины на Кубе и транспорт делают государственные машины, так как на Кубе частная собственность почти не существует. Почти не существует. В основном все государственные. Частники в основном имеют ретроавтомобили, но ретроавтомобили используют в основном для экскурсий. Для экскурсий сцены договорные, это водитель-турист договаривается, или там может быть часть принимаешь страны, потому что машины все разные, и есть кабалеты, есть закрытые и так далее. То есть это ретроавтомобили, да, это частные машины, используются для экскурсий. Все остальное это государственные машины разных вариантов. То есть если и двухэтажные, это маршрутные автобусы, они работают в Гаване, на Варадэра, вот такие автобусы, платятся 10 кук, и клиенты могут перемещаться по всему курорту. Другой вопрос, который тоже задают туристы, это интернет и деньги. Но деньги на Кубе пока ничего не изменило, хотя сейчас будет реформа. На Кубе есть две валюты свои, то есть есть кук и куб. То есть вот этот куб, который используют туристы, в основном иностранцы, для оплаты своих экскурсий, он будет исчезать из рынка. Будет исчезать скоро, уже реформа принята, этот процесс будет идти медленно, то есть постепенно, не будет ничего резкого. Сейчас стараются, чтобы все оплаты происходили через карты. Кубинские песо, они будут тоже ходить, и наверное останется вот это кубинские песо, ну зарплаты все равно кубинцы должны получать на какие-то деньги. Вот будет ходить кубинские песо. Тут кук уйдет с рынка, останется кубинские песо. Но пока ходят оба единичные измерения, то есть и куки и куб. Курсы, примерно я написал таблицу, как идет, 1 доллар, это 1 кук, 1 евро, 1,18 кук. Это по поводу денег, но очень важный элемент, все-таки Куба, в отличие, допустим, от Деминеканской Республики, имеет санкции. Вопрос санкций уже известен, потому что Россия тоже наложили санкции Соединенных Штатов, и поэтому американские карты на Кубе не работают. То есть Citibank, American Express, то есть все американские карты вы оставляете дома, потому что на Кубе не сработают. На Кубе сработают все, что идет через карты, которые не связаны с американскими банками. Это очень важный момент. Допустим, Россия в банках на Кубе работает без проблем. Это Европейский банк, тут проблемы нет, можете взять такую карту. Российские банки, которые не связаны с американскими банками, тоже сработают. По поводу интернет. На Кубе, слава богу, уже интернет есть. Да, этот процесс шел очень медленно. На Кубе с 2000 года, даже недавно, вообще интернета не было, и чтобы кубинцы даже жили в отелях, или кубинцы имели телефоны, и так далее, и так далее. Это была новинка. То есть этот процесс все-таки пришел, и сейчас граждане Кубы, как и иностранцы, имеют право заселяться в отелях. Если на них есть деньги, пожалуйста, заселяйтесь в любом отеле. Имейте право иметь интернет, есть деньги, пожалуйста, плати интернет. И так далее. Телефоны, все продается, все имеют. Вопрос сейчас ставится, что не у всех есть деньги, если у кого-то есть деньги. Но для туристов тоже хорошо, потому что все-таки интернет, уже Wi-Fi появился во всех отелях. Вот, это большой плюс. И где-то ловится не вне отеля. Тут зависит, если вы находитесь в отеле, все равно интернет платный. То есть не во всех отелях интернет бесплатный. Я знаю точно, что Иберостар сейчас решила сделать отель интернет бесплатный. Вот, знаю, что в дорогих пятерках и в Каване, что интернет тоже бесплатный. Но в других местах примерно будет 2 кук, 1,5 кук за час работы. То есть интернета. Это очень важно, чтобы клиенты знали. Значит, что представляет Хардин и Старрайк. Я сейчас перейду немножко уже на курорты, чтобы немножко, потому что у нас время осталось мало. Вот, представляет Хардин и Старрайк. Хардин и Старрайк, конечно, очень много острова, каждый остров имеет свое название. Но мы должны запоминать основные. То есть район Кайо-Санта-Мария, который находится Кайо-Лас-Бруха и Санта-Мария, вот здесь, там находится около, в сумме около 20 отелей. 20 отелей. Мы сегодня их не будем рассматривать, потому что этот курорт сейчас еще не эксплуатируется. То есть мы сейчас туда ничего не летаем, на Санта-Кларо не летаем, в Ародеро тоже не летаем. Поэтому мы сегодня будем обращать вот эти два курорта. То есть Кайо-Гиерму, Кайо-Коку. Вот, что представляет эти дамбы, я вам показываю уже на фотке. Вот это дорога, которая была протянута по всей, ну, с Большого Материка до этих островов. Вот. Та, которая идет из, до Кайо-Коку, она имеет 27 километров. Та, которая, Кайо-Санта-Мария, 48 километров. Та, которая на Кайо-Коку была открыта уже в 1989 году, а в Кайо-Санта-Мария в 1999 году. То есть строилась целые 10 лет в Кайо-Санта-Мария. Поэтому отельная база Кайо-Санта-Мария, она чуть новее, чем, допустим, на Кайо-Коку и Кайо-Гиерму. Это не значит, что отельная база на Кубе старая. Вот именно здесь, на островах, отельная база не так старая. То есть есть половина отелей, которые уже устарели, но есть большая часть отелей, которые сейчас открылись новые, которые имеют 2 года, 3 года, 5 лет. Мы сейчас их вам покажем, и видите, что не все старое. Есть отели, которые строятся новые. При том, в 2017 году прошел сильный ураган, и пришел заново восстановить многие отели старые. Многие отели старые, которые сейчас работают, они были восстановлены в 2017 году, потому что ураган, конечно, принес достаточно сильный ущерб, и восстановились эти отели. Вот мы начнем с Кайо-Гиерму. Вот сейчас на Кайо-Гиерму 9 отелей. Возраст этих 9 отелей 10 лет, но, естественно, половина постарше, поменьше, и в среднем получается 10-78. 3 180 номеров. Что еще хотел бы сказать важное, важное. Отели почти все 99% принадлежат к кубинскому государству. И как это, собственно, государство, то, естественно, может быть, там отели не строились с таким размахом, как будто частные отели, допустим, других государств, там, Доминикана, Мексика, которые там вкладывают большие деньги. Кубинское государство все-таки бедное государство, и есть предел разумности, да, в зависимости от возможностей. Вот, и эти отели находятся под управлением, под управлением иностранных брендов. Самые основные бренды на Кубе – это Мелья, Иберостар и Блудьямонт. Вот эти три бренда, они самые основные. Блудьямонт сегодня, Рубэм, будет рассказывать по их отелям. Вот, Мелья, который присутствует очень сильно на Кубе, там около 40 отелей. И Иберостар – 17 отелей. Потом присутствуют другие бренды, они сейчас только кто-то начинается включаться, кто-то уходит вообще из кубинского рынка по разным причинам. Вот, но 80% отелей, основные пятерки и четверки, то есть хорошие отели, они находятся под управлением иностранных брендов. Кубинские организации, которые тоже управляют отели, типа Гавьота, основная организация, которая управляет отели на Кубе, Кубанакан, Гранд Карибы. Вот, есть ряд отелей, которые находятся под их управлением. Но мы будем сейчас вам тоже это показывать. Еще очень важный момент. Сейчас на Каю Гиерму и Каю Коку ряд отелей закрытых. Они закрыты, потому что поток туристов еще ниже, то есть номерной фонд большой, а поток туристов не соответствует, чтобы открывать все отели. Отели имеют большой номерной фонд, а туристов еще пока не помогает их заполнять, потому что, допустим, есть ограничения. Вот, российские туристы, 4 частоты, это получается двухнедельный отдых, это 3200 клиентов. Ну, примерно так, 3200 клиентов, а номерной фонд 10 тысяч номеров. То есть даже если каждый клиент будет жить в сингл, то получается 70% номеров будут пустые. Другие рынки еще пока только начинают летать на Кубу, еще не в таком большом количестве, учитывая все вот эти ограничения, которые присутствуют. Поэтому кубинцы решили постепенно открывать эти отели, постепенно. И не все отели они открывают. Есть отели, которые уже заранее приняли решение открывать уже к первому или к 30 апреля. Это очень важный момент, и связанно с этим, что поток туристов еще недостаточно, чтобы заполнить все эти курорты. Кубинцам, которым мог быть другой рынок, который заполнен был в этой отеле, не разрешают посещать Кайу-Коку. Именно чтобы держать расстояние между иностранцами, которыми приезжают, и сами кубинцами. То есть кубинцы на Кайу-Коку не пускают. Вот, мы начнем с Кайу-Ги-Ерма. Так, я хотел показать. Кайу-Ги-Ерма находится здесь после Кайу-Коку. Есть тут такой мостик, который называется мостик Хемингуэй. Вот. И имеем вот такой островок. Островок, который имеет 9 отелей. Вот. Почти все 5 из них новенькие отели. Именно здесь открыты сейчас недавно, поэтому я вам покажу. Вот последний отель, который еще не продается, но уже построен. Это Кайу-Ги-Ерма Кэмпинский отель. То есть резорт, этот отель начнется, ну в 20-м году уже закончился, его постройки, но еще не продается. Мы не знаем еще дату его открытия, когда начнется, но он уже построен. Иберастар Плай Пилар второй, который за ним идет. Отель уже работает 5 лет, но сейчас закрыт. Сейчас закрыт. Гран-Муху Райбов. Гран-Муху Райбов, отель для взрослых. Это отель направленности гей. Ну гей направленности, то есть это отель, который для взрослых. Поэтому тут особенный такой отель, чтобы немножко вы знали. Если будет особый клиент, то вот и есть такой отель. Есть два пара отелей, которые стоят рядом друг к другу. Они как копия. То есть это империал Муху Каю Гейерму и Муху Каю Гейерму. Разница по количеству номеров, по 500 номеров в каждом. Открылись в 2018 году и в 2019. И разница, что один работает для взрослых, другой работает для семейного отдыха. Поэтому сейчас работает именно Гран-Муху Каю Гейерму. Вот этот уже продается. Который принимает и детей, и взрослых. Сон Каю Гейерму и Мелья Каю Гейерму отели закрыты сейчас. Отели с эпохи Мелья. И по информации, которую я имею, эти отели Мелья сдают. То есть Мелья не будет их управлять. И видимо сейчас находится в этом процессе перестройки. То есть перестройки, может быть и реставрации идут, в нем будут идти. И второе, наверное, перейдут в упаду управления другой организацией. Пока эти два отеля, шестой и седьмой, то есть Сон Каю Гейерму или Мелья Каю Гейерму, мы должны немножко забыть о них. Они там есть, они откроются, но потом. Отели, которые продаются, это сейчас продается от Иберостар Дайкери, от цепочка Иберостар. Вот, это отель недорогой, 4 звезды, цепочка Иберостар. И будет открываться уже после Нового года, Рубена расскажет, Starfish Каю Гейерму. Это первый отель, который именно был построен на этом острове. Отличный пляж, как раз, когда он был открыт, находится самое такое место, хорошее. Вот, вот тут уже каждый отель мы немножко раскрыли. Вот это отель Кемпинский. Особенно с этого отеля, что он не работает на все включено, он на завтрак. Потому что это люксовый отель. То есть это достаточно дорогой отель. И здесь клиенты будут обслуживаться по системе питания завтрака, алла-карп. То есть клиенты будут их... То есть не будет все включено. Иберостар Пилар сейчас будет у нас закрыть. Я смотрел, пока не написано, когда будут открывать. Вот Раймбов, который отель для ЛБТ. ЛГБТБ. Да, вот такой отель. ЛГБТ. И отель работает только для взрослых. Мотху Империаль. Отель для взрослых. Я вам говорил, что он находится, соседствует с отель Гран-Муху Кайогьерму. Это об отеле открытый в 2019 году, в 2018. Вот я дату пишу. 500 номеров. Они пока лисы, потому что растения, понимаете, не растут так быстро. Но там все новое. Все новое, потому что отель, как только сейчас открылся, потом был закрыт в очень большое время. Поэтому там все новенькое. Вот Гран-Муху Кайогьерму. Я на карте, видите, показываю. Вот эта правая сторона будет Гран-Муху Кайогьерму. Левая Гран-Муху Империаль. Вот Соль Кайогьерму сейчас закрыт. Я Кайогьерму пропускаю. Дайкири. Вот отель работает. Очень такой зеленый отель, потому что уже открылся в 1998 году. Семейного отдыха. Приятненький такой отель. И Старфиш Кайогьерму Рубэм будет уже немножко вам рассказывать точно. Переходим на Кайогу. То есть Кайогу – это самый большой остров. Вот именно на Кайогу находится и аэропорт Хардинес-дель-Рей. Туда прилетают чартеры. То есть самолеты не прилетают до большой острова, а прилетают именно на Хардинес-дель-Рей. И, естественно, из аэропорта до первого отеля, это Пульман, там ехать 20 минут. До Карибы чуть-чуть побольше, но тоже очень близко. То есть 30 минут, и вы уже в отеле. Тут имеется 14 отелей. Тоже не все открыты. Но здесь отели, которые уже работают, и мы, конечно, здесь расскажем. Значит, если смотреть сразу на эту картину. Будем идти. Отель Плая Коку. То есть это первый у нас отель Плая Коку. Отель Плая Коку сейчас закрыт. Это под управлением Гавьота. Отель находится сейчас, он закрыт. Вот Меморис Карибы Бич Резорт. Рубей, это отель Гран Диамонт. Отель, который много сейчас продается. Рубей вам добавит, расскажет. И Меморис Фламенко. Вот два отеля. Блую Гран Диамонт. Один 4 звезды. Другой 5-звездочный отель. Один принимает только взрослый. Карибы Фламенко принимает и детей. Другой добавит потом Рубей. Есть Колониал Кайококу. Тоже сейчас закрыт. Это сепочка Кубанакан. Вот отель такой старенький. Уже реставрирован в 2005 году. Очень такой живописный. Но сейчас он тоже закрыт. Трип Кайококу. Отель продается сейчас от цепочки Мелья. Это самый, от цепочки Мелья, самый экономный отель. С точки зрения финансов. Он прошел реставрацию после урагана. Вот. И сейчас он хорошо продается, потому что это самый бюджетный от цепочки Мелья отель на Кайококу. 508 номеров. Вот. Отель Мохиту закрыт. Раньше был Иберостар, его управлял. Они его сдали, и отель сейчас закрыт. Там находится комплекс двух отелей. Сам Иберостар Кайококу тоже не открылся. И вот этот отель Мохиту. Они оба сейчас закрыты. Саль Кайококу он открыт. Но именно вот этот отель, Саль Кайококу, используется сейчас как клиника. Где наши туристы, которые болеют ковид, именно размещают сюда. Поэтому добавлять, наверное, они тоже не будут бронировать его. И сейчас не дадут бронировать, потому что учитывая, что сейчас тут находятся клиенты с ковидом. Мелья Кайококу. Один из самых лучших отелей Мелья на Кайококу. Отель для взрослых, только для взрослых. И рядом с ним находится Пульма и Кайококу. Вот это более новый отель, 2005 год. И принимает и детей, и взрослых, и так далее. Считаю, что сейчас именно на Кайококу это один из самых лучших отелей. С точки зрения, что более новый, более современный и так далее. Кроме тех, которые Рубен будет тоже еще вам скажет. Естественно, это тоже хорошие отели. Поэтому он просто будет о них говорить, наверное, вас убедит. И тоже, чтобы вы предлагали отели Диамак, которые находятся на Кайококу. Эскурсии, которые делаются на Кайококу, они связаны сейчас с морем. То есть на Кайококу, как и на всех островах, проводится рыбалка, есть дайвинг, есть катамараны. Есть все мои виды спортивные, ну, сноркин и так далее. И посещаются другие острова. Потому что клиенты живут на одном острове, но, наверное, хотят увидеть чуть-чуть больше об этих островах. Увидеть о природе, какие животные там проживают. С этой системой, конечно, такие экскурсии проводятся. Поэтому с точки зрения того, что туристам может быть скучно, днем есть выбор. Единственное исключение, что, конечно, посещать Тринидад и Симфеево сейчас закрыто. То есть не пускают в города, не пускают на материк. Поэтому экскурсии, которые делаются в Тринидад, Симфеево и даже в Гаван, они приостановлены. Но с точки зрения морских экскурсий, они делаются. Есть дискотека, там есть пещера, хабали, куда собираются туристы. Есть и вечером в самом отеле хорошая анимация. Поэтому туристы с точки зрения отдыха нет проблем. То есть все есть, чтобы отдохнуть. Самое главное, чтобы погода была хорошая, чтобы не заболели и так далее. Но тут экскурсии, которые уже проходят на Большом острове, я тут буду показывать. Это сафари. Уже тут нужно выходить на Большой остров, поэтому эта экскурсия тоже туда не получится. Но часть из них получится. То есть дельфинари на острове есть. Фламенко можно тоже посмотреть. Видите, птицы, которые живут именно на этих островах, это все можно увидеть без проблем. И дельфинам купаться и так далее. Через мангалы, мангрово-рослые тоже есть вот эта экскурсия на самых островах. Это тоже есть возможность. На Кубе проводятся символические свадьбы, официальные свадьбы. Но рекомендуется всегда делать символические свадьбы, потому что документы меньше проблем. Варианты есть разные от разных цепочек. Делают Мэлья свои программы по свадьбам. Дьямон Клуб тоже проводит свадьбы. Поэтому можете тоже для молодых пар предлагать, как вариант отдыха, совмещать со своей символической свадьбой. Но на Кубе обязательно не забывать, что нужно быть готовым. То есть от солнца нужна защита, нужна одежда для ресторана Холокарт, чтобы был дресс-код обязательно. Свои лекарства, если у вас нужно что-то пить, потому что в аптеках там может продаваться совершенно другие лекарства, а вам нужно какой-то определенный, то вы должны, конечно, об этом подумать. Но на островах тоже бывают комары. То есть если кому-то есть аллергия на комаров, то их бывают определенные даты года, чувствуется, что их присутствует. Поэтому рекомендуется тоже защита от комаров, не забыть себя с собой. Но все остальное это связано с культурой, с историей Кубы. Конечно, жалко, что сейчас немножко такой туризм сложный во всех сторон, потому что Куба это не только пляжный отдых, и есть много чего посмотреть, есть очень много интересных мест. Всегда российский турист, который едет на Кубу, он вспоминает и Советский Союз. И Советский Союз, потому что связи Кубы и Советском Союзе были очень прочные. Вот, поэтому и само посольство России в Гаване, это самое большое посольство России вообще в Латинской Америке. Вот, рыбалка, дайминг, кубинские сигары, табак, вот это все мы знаем. Все, которые едут, всегда говорят на Кубе ром, табак. Но это для любителей. В основном это пляжная вода, конечно, люди впечатления, хотят получить впечатление именно от отдыха, расслабляться. То, что на Кубе работает плохо интернет, это даже хорошо, потому что один из раздражителей это и является интернет. Это очень плохо, когда человек едет отдыхать, и он чувствуется, что он сидит на работе. Особенно я чувствовал, когда ездил на рекламник, вот сейчас последний ездил на Кубе, ну, часть агентов, они отдыхали, но часть агентства, я чувствую, что они сидят на работе. Они прямо в телефоны там заявки обрабатывали. То есть, получилось так, чувствовалось, что напряжение у человека, что там что-то с другим, но он на другом конце мира, а турист, наверное, в Арабский Эмират или там в Восточной Азии. У нас 8 часов разница с Россией только. Ну, вы можете представить, как сложно так работать с Кубой, когда еще интернет не дешевый, еще и не ловит, если в определенный момент, то может не ловить. Спасибо вам. Я закончил. Я не говорил о других курортах, отельных баз других курортах, потому что у нас сегодня наш вебинар делится на две части. И хочу передать слово сначала Рубену. Я посмотрю, какие вопросы были у вас. Да, тут есть вопросы, обмена тестов пока еще нету, но это все может произойти, потому что тесты, конечно, неудобно, но кубинцы боятся. Вы имеете в виду, что в России уже больше двух миллионов больных, на Кубе только 7 тысяч, да, то есть разница большая. У Кубы нет таких ресурсов, чтобы противостоять такой болезни. Да, есть очень много врачей, есть людской персонал, но деньги нету, деньги нету, все эти лекарства стоят дорого. И получается, что кубинцы пока решили таким образом ограничить. Хотя я думаю, что у нас трава могли по-другому сделать, но пока вот так. То есть надеюсь, что они это все поменяют, но нет. Вот это Visa, MasterCard, это платежная система. Это платежная система, это не касается карты конкретно, потому что Visa и, да, это все-таки платежная система. Карта, мы иногда говорим о карте, которая сдается банкам, да, то есть сети банк сдает карту, а какая она будет в Visa MasterCard, это уже другой вопрос, потому что российские банки тоже работают с платежной системой Visa и MasterCard, и они не могут работать за границей без проблем. То есть, или тоже европейские банки тоже используют платежную систему. Поэтому с платежной системой сейчас не вопрос, по крайней мере сейчас, а вопросу идет именно банк, картовский банк, и кому принадлежит эта карта. На карантине, конечно, я вам говорил, 5 дней. То есть 5 дней – это первый карантин, потом делается второй тест, и после второго теста определяется, будет сидеть он на карантине и не будет сидеть на карантине. Да, есть санитарный налог, а сейчас вели кубинцы, но этот санитарный налог туристы не платят. То есть это платит авиакомпания. Естественно, билет может быть становится дороже, то есть тут будут делить стоимость все, то есть и турист, и авиакомпания, и туроператор, потому что туроператор все-таки консолидатор рейса, и санообразование формируется под другими признаками. То есть там, если, зависит от спроса предложения, то есть есть даты, которые продаются хорошо, там одна сана, если дата плохая, другая сана. Поэтому тут вопрос для туриста, вот этот налог он не будет ощущать, с точки зрения, что он тут платит 30. Это для авиакомпании, налог для авиакомпании. Когда клиенты, вот тут вопрос интересный, когда клиенты приезжают в отель, они будут отдыхать, как отдыхать. Просто должны, 24 часа первые, они должны держать расстояние. Вот эти 24 часа, они закрывают, одевают себе, закрывают лицо, да, чтобы не заразиться. Ну, отдыхают, как и все туристы. Просто через 24 часа будет понятно результаты этих тестов. Если там никакие проблемы, то турист уже может освободиться от всего. И не надо уже думать ни о чем. То есть уже турист, когда прошел первый тест, и не коснулся. Хочу сразу вам сказать, что процент, который выявлен на Кубу больными, очень маленький. Очень маленький по сравнению с объемом, который уже туристов приезжают, или прилетели на Кубу. Очень маленький. Но все равно вот этот маленький процент очень реагирует так негативно на все, что в разных средствах массовой информации как будто все туристы попали по одному режиму. А в реале это был маленький процент туристов. Может быть, 1% из всего, которые отдыхают уже на Кайококу, были больные. Я думаю, что тут не вина именно стоит на туриста, потому что то, что кубинцы могли засечь, что эти туристы болеют, это даже в пользу других туристов. В пользу тех туристов, которые себе проверили заранее, которые на это потратили время и деньги. И получается, что они будут находиться в отеле с другими больными туристами и заболеть там тоже несправедливо. Поэтому то, что кубинцы их засекают, это даже на благо тех, которые... И это основная масса, которые отдыхают. Я думаю, что это даже... Я смотрю, что это тоже положительная сторона. Для тех, которые отдыхают, которые приехали отдыхать и не хотят заболеть. И не хотят заболеть. Всё, спасибо. Рубен, передаю слово. Спасибо всем. Доброе утро, дорогие коллеги. Привет, Василий. Рад тебя видеть. И спасибо большое, что меня пригласили на ваш кеминар. Попробуйте по каю-копу. Но и, как всегда, как называется, я начинаю с небольшим представлением о сети отелях Блюдаем Борис Орс. Это сет отелей принадлежит туроператору «Сангуин». Это ведущий туроператор Канады, который входит в крупнейший туристический холдинг. Это группа «Туй». Нашей компании, нашей сети исполнилось в этом году 10 лет. В порядка 10 странах Карибского региона представлены более 45 отелей. И больше всего отели представлены у нас на Кубе. на сегодняшний день 20 отелей совершенно разных категорий. От 3 с 2 до 5 для люкс, для взрослых, городские отели, для семейного отдыха и так далее. Вот. Это то, что касаемо нашего, как называется, сети отелей. По поводу Каю-копу, Каю-гильермо, на сегодняшний день у нас всего 3 отеля. Первый отель, который я хочу представить, это «Мемори Фламенко». Отель для семейного отдыха. Хочу сказать, что в этом году данный отель получил сертификат качества TripAdvisor. Это за большое количество положительных отзывов, которые оставляют туристы именно на сайте. И это не первый сертификат, который получает «Мемори Фламенко». Очень сильно хвалят именно обслуживание, сервис, клиент-ориентированность персонала, разнообразие продуктов питания в ресторанах, в барах, напитки, в том числе развлекательная программа как в нем, так и вечером, но и великолепные пляжи, море, которые, конечно, предлагают и предоставляют непосредственно Кайококу. На экране вы просто, чтобы понимали, достаточно компактный отель. Вот, как видите, один бассейн достаточно большой, вокруг которого расположены кокуса. Непосредственно в этом отеле есть стандартный номер категории юниор-суит, и в том числе в нескольких корпусах есть номера юниор-суит с видом на море, осьем вью. Вот, кроме того, есть тоже номера категории суит, двухкомнатный, отдельная, гостиная отдельная и спальная, соответственно. Вот, если мы говорим, сейчас я возьму указку, чтобы было проще разобраться, надеюсь, что указку увидите на экране. Здесь как раз именно проходит под номером один лобби нашего отеля и стойка регистрации, работающей 24 часа. Само собой, один из баров, который работает 24 часа в нашем отеле. Вот здесь чуть-чуть, скажем так, по центральной части это корпуса, где расположены ресторан шведский стол и три ресторана лакарта в нашем отеле. Дальше зона, где спортивные мероприятия, это теннисные корты, это возможность играть в мини-футбол, баскетбол и, соответственно, отдельный спа-центр, где клиенты могут заказывать различные типа массажа, различные процедуры красоты, омоложения, соответственно, тренажерный зал и так далее. Ближе к нашему пляжу расположен корпус с двумя ресторанами, один из которых это снэк-бар, работающий 24 часа в сутки, и один из ресторанов, который кормит наших туристов во время обеда и в вечернее время работает как ресторан Алла-Карта. Так как мы говорим, что этот отель семейный, соответственно, есть у нас мини-клуб, есть бэйби-клуб для детей от нуля до трех лет и в том числе комната с настольными играми для тинейджера, для подростков. Тут у нас как видно маленький бассейн, это детский бассейн, на территории мини-клуба есть в том числе площадка, небольшой парк для детей, чтобы они там поиграли и так далее, и так далее. Ну, как бы им рядом, соответственно, бассейн, у бассейна есть бар, бар, который как раз работает с 10 до 5 во время работы бара, вокруг бассейна, безусловно, проходит и днем развлекательная программа, проходят заняты салсой, потому что очень многие когда спрашивают, можно ли научиться салсой на клубе, то, пожалуйста, это входит в том числе программа развлечения, которая проводится в течение, как называется, всего дня. Дальше переходим, вот, пожалуйста, на вашем экране, это как раз именно пляж Memory Flamenco, реально, как видите, на пляже есть немоторные виды спорта, не бесплатные, входит, система, все включено, в наших отелях на Кубе 24 часа, имеется в виду, что есть один снэк-бар или ресторан, работающий 24 часа, если клиенты хотят покушать ночью, пожалуйста, приходим в снэк-бар, там есть хот-доги, бургеры, картошка фри, различные сэндвичи, но и напитки безалкогольные. И один из баров, который в лобе, около ресепсии, около стойки регистрации, которые работают 24 часа, наливают, пожалуйста, рыкою и алкогольные напитки, безалкогольные напитки в течение всего дня, 24 часа, как называется. С пятичего полета территория нашего отеля, здесь как раз мы видим, вот первая линия, это два корпуса, и чуть-чуть вот получается левее корпуса, в которых есть номера Junior Suite Ocean View. Это номера, конечно, имеют дополнительную плату, относительно недороже по сравнению со стандартными номерами, у которых может быть имеют вид на бассейн, именно парковую зону. Вот, как видите, вот здесь есть лобби, куда заезжают именно автобусы с туристами, и в лобби есть, соответственно, рядом обменный пункт, магазин, супермаркет, можно приобрести вино, ромкубинские, сигары, различные сувениры, и так далее, и так далее. Чуть-чуть правее здесь находится наш амфитеатр, на 600 человек, где в вечернее время проходит для детей мини-дискотека 2030 начинается, и в 21.30 начинается шоу, шоу, которое каждый день меняется, это может быть кубинский шоу, это может быть шоу бразильский, это может быть шоу Майка Джаксон, и так далее, и так далее. Ну и тут чуть-чуть левее это вот здание, где расположены как раз наши рестораны, буфет большой, шведский и три ресторана а-ля карта. Ну давайте дальше посмотрим, соответственно, лобби, стойка регистрации, напоминаю, работает 24 часа, хотя сейчас, на сегодняшний день, порядка 60% номерного фонда занят, это согласно санитарным протоколам, нельзя 100% имеют все корпуса заняты, и в отеле есть такая программа, называется Diamond Club, эта программа за дополнительную плату можно приобрести через туроператоры, либо в ресепсе на стойке регистрации непосредственно в отеле, это примерно 25 евро за ночь за номер, и если мы говорим про стойку регистрации, у клиентов, которые берут Diamond Club, здесь чуть-чуть левее, как раз отдельная стойка, где проходит индивидуальный чек-ин, чек-аут, у клиентов есть ранний чек-ин и поздний чек-аут, хотя на сегодня следим, по практике показывает, что клиенты прилетают рано, сразу размещаются в номерах, но прошу учесть, что на кубе официально чек-ин 16.00 и чек-аут 12.00, соответственно, если по какой-то причине номера по прибытию клиента не готовы, то сдаются багажи в камеру хранения, но дальше дают браслет, клиент может пользоваться всей инфраструктурой отеля, может переодеваться, пойти уже на пляж, бассейн и так далее, и так далее. Дальше по номерному фонду. На вашем экране наши номера категории Junior Suite, это наши стандартные номера, максимальное размещение двое состоит плюс двое детей, комплектации кровати, скажем так, либо как видите на экране, это две полутора кровати, либо может быть одна большая широкая кровать King Size около двух метров ширины, и номер можно по запросу при бронировании одну дополнительную кровать номер. Что еще интересно есть номер, гладильная доска YouTube, есть электронный сейф, как раз за этой стеной получается два умывальника, ванная комната, и как видите на столе есть кофемашина, регулярно кладут пакетики кофе-чая, можно варить тоже воду, кто хочет пить чай прямо в номер, пожалуйста, такое можно сделать. Здесь есть небольшой шкаф, где есть мини-холодильник или мини-бар, вот в этом мини-баре как раз кладут пиво национального производства, минеральная вода и без алкогольные напитки. Так, тут один вопрос, сразу я отвечу, если туристы не дадут, браслет до 16 не дадут? Дадут. Браслеты всегда дадут по прибытию клиента, другое дело, что клиенты не смогут разместиться в номер, пока не отдадут ключи номера. Но я еще раз повторяю, что на сегодняшний день достаточно оперативно идет размещение в номерах, поэтому я думаю, что пока не было таких ситуаций, что пришлось клиентам ждать до 16 часов. Но это быть может, в будущем, когда увеличится количество клиентов, потому что с конца ноября месяца уже начинают приезжать в наши отели, в том числе туристы канадского происхождения, поэтому, конечно, загрузка отеля будет выше, но так как отель до 60% занят будет, не более того, я думаю, что всегда найдутся номера для наших клиентов. Эти номера стандарт, напоминаю, тоже имеют вид на море, как видите, пожалуйста, это корпус, который расположен на первой линии, ну плюс-минус отличается немножко мебель, но в любом случае стандарты, как видите, это гостиная зона, спальная зона, кофемашина, гладильная доска, утюг, все примерно те же мелочи, которые есть у нас в номерах. И двухкомнатные номера, это номера суить, просторная гостиная, изолированная спальная комната, как видите, здесь есть такая мини-кухня, вот, но всего таких номеров 12 в нашем отеле. но я думаю, я думаю, что для клиентов, которые хотят больше комфорта, безусловно, могут эти номера заказать. Как я говорил, один из ресторанов, который лобби, около ресепсии, отеля работает 24 часа, само собой, есть и бары на пляже, для клиентов, которые приобретают программу Diamond Club, есть отдельный бар, там есть расширенная карта спитников и безалкогольных напитков, само собой, есть бар, который у бассейна, бар в кинотеатре в амфитеатре и бары по всей территории, для того, чтобы клиенты могли бы заказывать как напитки алкогольные национального производства, импортного производства различных коктейлей, мосхит, пенекулада, дайкири, кува-либри и так далее. Кроме того, вина, в основном это импортного производства Испания, это Чили, Аргентина, Италия, может быть, и так далее. И для клиентов, которые имеют программу Diamond Club, у них непосредственно в барах есть расширенная карта премиум-класса напитков, как алкогольные, безалкогольные, для того, чтобы просто об этом знали. Но это, в принципе, указано в представлении бар. Касаемо ресторанов, шведский стол и ресторан La Carta. Шведский стол на сегодняшний день с учетом санитарных протоколов, конечно, либо есть готовые порции, которые берут сразу клиенты, либо сами повара накладывают еду, либо есть три зона кукин-шоу, где на завтрак, на обед или на ужин в ресторане шведский стол готовится блюдо итальянское, это паста, пиццу, либо готовят мясные блюда, клиенты выбирают мясо, которое желают, или курицу, и так далее, и ковар готовят, либо рыб, не блюда, либо продукты, если в тот день есть на столе буфет. Касаемо рестораней La Carta, они все включены, система, все включено, единственное, что требуется, предварительное бронирование, обычно есть в ресепции отеля, в лобби отеля сотрудник, который отвечает за бронирование таких ресторанов. Какие рестораны есть у нас, соответственно, Memorio Flamenco, это итальянский ресторан, это ресторан среземной кухни, среземно-мороской кухни, где можно как раз заказывать и в том числе морепродукты, рыбу, и знаменитый деликатес лангуст, это, соответственно, криорская, кубинская кухня, и в том числе юго-восточная, есть ресторан, который как раз предлагает такие японские блюда, корейские блюда, китайские блюда, в том числе наш Нэквар, который работает 24 часа на экране, как я говорил, это тоже дополнительная опция, которую могут использовать клиенты во время обеда, тем более он находится недалеко между пляжем и бассейном, они могут не обязательно просто прийти в ресторан-буфет, они могут пользоваться снэк-баром и там по обеду в том числе. вечернее время касаемо ресторана саля-карта, я предлагаю, чтобы приехали в отель, клиенты заранее посмотрели, какие интересные кухни они бы хотели попробовать, например, на экране на Гану, это наш российский ресторан, просто заказываю заранее и рекомендую сразу несколько ресторанов. Так, программа Diamond Cup приобретается обязательно на всю продолжительность тура, да, на всю продолжительность тура и за каждый номер, получается, проживающих непосредственно в отеле. Вот, теперь по ходу мини-клуба, как я говорил, он имеет и baby-клуб, принимают детей от 0 до 3 лет, но обязательно с присутствием родителей, от 4 до 12 лет требуется присутствие родителя, организуется совершенно в разные комнаты, разные группы, соблюдаются дистанцирования, наши аниматоры в течение дня занимаются, развлекают как раз детей, пока родители отдыхают у бассейна, как раз напомните, на карте мини-клуб находится напротив бассейна, поэтому и около соответственно пляжа. И для тинейджеров, для патровков есть отдельная комната с настольными играми, для того, чтобы они могли бы дополнительно развлекаться как днем, так в вечернее время, как угодно. И в вечернее время 20-30 для них проводится именно в амфитеатре, такая мини-дискотека, вот в течение 30-40 минут и далее, соответственно, для сроков начинается развлекательная программа. Наши теннисные порты, наши спортивные площадки, кто хочет совместить солнце и море, может, соответственно, заранее тоже бронировать эти порты, этой площадки и, пожалуйста, организовать там турнир в мире футбола или там, не знаю, баскетболом заниматься. Кроме того, на пляже тоже есть бейсбол, баскетбол, простите, полейбол, пляжный полейбол, который в течение дня тоже туристы могут этим заниматься. Опять же, напоминаю, что на пляже есть различные водные виды спорта, аниматорные, которые тоже клиенты в течение дня могут этим пользоваться. Тренажерный зал, кто хочет держать форму, особенно после, как называется, шведского стола, который обычно туристы просто как бы хорошо, вкусно их кормят и обильно просто едят. Можно, пожалуйста, есть зона кардио, вот как видите здесь на экране, где как раз есть велосипеды, есть вот такие, можно походить, и зона, где силовых, соответственно, есть тренажер. Наш спа-центр, он небольшой, но имеет несколько кабин, как видите, тоже есть джакузи, здесь заранее тоже можно либо в ресепции непосредственно спа-центр, либо в лобби отеля можно заказывать тоже различные массажи, процедуры, при этом очень приятные, относительно недорогие цены, используют, как называется, импортного и национального производства различные, соответственно, бальзамы, масла и прочее для массажа, и безусловно, это делают специалисты с медицинским образованием, поэтому я рекомендую тоже совместить отдых свой и просто в том числе релаксом пользоваться нашим спа-центром. так, отвлекаюсь на вопросы, так, взрослые дискотеки не запретили, они сейчас есть, по поводу дискотеки, в принципе, скажем так, официально, как такового в отеле нет, просто есть, скажем так, в амфитеатре, после того, как заканчивается вечернее время развлекательная программа, могут оставлять диджеи, включать музыку, могут танцевать на площадке, имеется в виду на сцене, либо отдельно есть спортбар, где тоже вечернее время, после того, как заканчивается развлекательная программа, можно там включать музыку, диджей, там есть коктейли, набитки, так далее, так далее. Каждый вечер в лобби-отеле, тоже в баре играет живая музыка, обычно клиенты либо до ужина, либо после ужина, и до, соответственно, шоу, которое в вечернее время, они проводят именно в лобби-отеле, включают музыку, живую, в вечернее время, и, соответственно, после шоу, где-то с 23.00, плюс-минус, обычно, в это время уже начинается такая дискотичная жизнь на территории отеля, но повторяет, это делается в рамках амфитеатра или спор-бара, который есть на территории нашего отеля Memories Flamenco. Вот как раз спор-бара, о котором я говорил, где в вечернее время есть бар, есть зона, площадка, где просто по желанию клиенты могут отдохнуть и в том числе развлекаться и танцевать. Теперь переходим к Memories Caribe. Это отель категории 4 звезды, работающий для клиентов старше 16 лет, поэтому клиенты, которые хотят без детей отдых свой, пожалуйста, могут в этом отеле как раз остановиться. На территории данного отеля проживают фламинги в том числе, есть натуральное озеро, я чуть позже покажу на экране, вы можете посмотреть, что система все включена 24 часа в нашем отеле, как и в Memories Flamenco в том числе, во всех наших отелях блюдаемый ресурс на Кубе, как я говорил, 20 отелей в основных курортах, это в Гаване, в Варадеру, в Каю-Санта-Мария, в Каю-Коку и на юге Кубы под городом Тринидат тоже есть Memories Тринидат-Эль-Мар, все работают по системе 24 часа, все включено. Как видите, очень красивый пляж, широкая песчаная полоса, такой достаточно светлый, красивый, песчаный пляж, ну и как видите, вот это светлое, свет моря, это говорит о том, что заход моря такой низкий, безопасно совершенно, с отдыхом, с маленькими детьми. Вот на вашем экране карта данного отеля, как видите, он тоже очень компактный, хочу обратить внимание, что вот эта как бы буква, похожа на чуть-чуть буква Т, это натуральное озеро, которое есть на территории нашего отеля, в этом озере как раз живут у нас фламинги, и поликаны, с которыми туристы могут, соответственно, фотографироваться. Здесь бассейн, вокруг которого проходит вся развлекательная дневная программа, вот тут есть у нас такая кафетерия, где клиенты могут дегустировать более 20 видов кофе, холодных, горячих, в том числе собственного производства мороженого. Корпуса, где расположены сосредоточенные рестораны ла-карта, и шведский стол, в том числе. Один из ресторанов, который работает ближе к пляжу, но вот на пляже тоже есть ресторан, который кормит туристов во время обеда. Вот корпуса небольшие, которые вокруг озера, такие более тихие зоны, в основном это корпуса имеют всего 4 номера, 2 номера с террасой, 2 номера с бальконами, это в основном номера категория Junior Suite, о которой позже я расскажу. Отдельно зона именно спортивная и релаксная в этой зоне есть теннисные корты, соответственно, футбол, баскетбол, спа-центр, медицинский центр, если кому-то потребуется, там тренажерный зал и в том числе джакузи. Вот это все, пожалуйста, которое предлагается в отеле. Номера, соответственно, вся территория достаточно зеленая, как видите, очень много кокосовых палм, как видите, на экране вот здесь видно кусочек именно нашего озера натурального и наши постоянные госты розовых фламинго, которые кайо-коко можно посмотреть время от времени, если заказывать искусство на джип-сафари, как раз посещают такие манглии места, озера натуральные, где можно встречать розовые фламинго. Как видите, все корпуса невысокие, двухэтажные, есть корпуса, где больше количества номеров, они подальше от озера вот этого натурального и корпуса небольшие, всего четыре номера, где расположены номера категория Junior Suite. Наша рецепция ловы, 24 часа, здесь то же самое для клиентов, которые приобретают программу Diamond Club, идет отдельный индивидуальный чек-ин-чек-аут, ранний чек-ин, поздний чек-аут, и, пожалуйста, как бы все отельные, вот здесь, если какие-то вопросы возникают, могут спрашивать в лобби в пресепции отеля, и здесь в том числе можно заказывать карточки для Wi-Fi, которые стоят 1 евро, 1 час интернета, как раз в лобби нашего отеля находится. Кроме того, в лобби нашего отеля расположен, находится человек, через который можно, повторяю, бронировать заранее, лучше заранее нескольких ресторанов а-ля карта, но рестораны а-ля карты напоминаю, без дополнительных плат. Так, комаров нет из-за близости озера, хочу вам сказать, что комары на островах на Кубе они были, если будут, конечно. Обрабатывается территория островов, обрабатывается территория отеля, комари в основном появляются ближе к закату, когда темнеет, либо после дождя, это вот их любимое время. Напоминаю, что острова имеют все-таки мангловые рощи, и мангловые рощи, они способствуют как раз именно появлению комаров на территории наших Кубинских островов. Но, все-таки я рекомендую брать с собой спрей, может быть, кто хочет, может брать фумитокс номер, можно включить, хотя комары не любят холод, поэтому там, где кондиционеры работают, в номерах ресторана Холокарта и прочее, комаров особо не должны быть. Но, все-таки, я рекомендую, чтобы клиенты брали с собой, потому что не все любят во время своего отдыха, чтобы были покусали комарами, или просто, чтобы их отпугивать, все-таки вечернее время, это все-таки больше такая жизнь по территории, открытой в отеле, поэтому берите, пожалуйста, рекомендуйте фумитокс, номер на всякий случай, и спрей, который против комаров, брать с собой по путешествиям. Номера стандартные, это минимальное количество номеров, которые есть у нас в отеле на сегодняшний день, но эти корпуса на сегодняшний день как раз закрыты. Наши клиенты, абсолютно все, без исключения, на сегодняшний день живут номера в категории Superior Deluxe. Это полностью отреставрированы номера в прошлом году, и в этом году, в том числе, во время коронавируса, тоже проходилось ремонтные работы на территории, и абсолютно все клиенты на сегодняшний день живут в таких номерах. Как видите, отдельная гостиная зона, отдельная спальная зона, вот, есть такая мини-зона для того, чтобы можно было организовать завтрак или просто перекусить, пожалуйста, либо терраса, либо, соответственно, бакон, если номера расположены на втором этаже. Как и в номерах Memory Flamenco, есть мини-холодильник, есть сейф, есть гладильная доска, утюг, вот, ванная комната совершенно новая, очень красивая, таких, мозаики, вот, отдельная зона, там, туалетная, отдельная зона, где как раз умивание, и отдельная, получается, душ. Номера Junior Suite на сегодняшний день находятся в реставрации, в ближайшее время, я думаю, что в начале следующего года будут выходить совершенно в новом облике, это будет совершенно новая мебель, новые, соответственно, ванные комнаты, как видите, территория, отдельная гостиная, там идут две ступени, где гостиная зона, это ниже зона, где спальная зона, это выше зона, и находится в корпусах, где по четыре номера, два номера, с террасы, как видите, на экране, либо два номера, которые находятся наверху, с балконом. Как мемори Фламенко, один из баров, работающий 24 часа, само собой, само собой, бар у бассейна, на пляже, на пляже, тогда тоже бар, который обслуживает клиентов, Diamond Club, один из ресторанов, шведский стол, как мемори Фламенко, имеющий зону, cooking show, три, вот, мясные блюда, рыбные блюда, и в том числе, итальянские блюда, паста, пиццу, может быть, лазанью делать, по заказу клиента, вот, рестораны, а ла карта, требуют предварительного бронирования, лобби отеля, и здесь то же самое, как мемори Фламенко, кухня, это среди, среди, Морская, это итальянская кухня, это азиатская кухня, вот как раз итальянский ресторан, который во время обеда с шикарным фронтальным видом на море, как видите, могут наши клиенты поесть, и в вечернее время он превратится в ресторан ла карта пицца паста. Один из наших ресторанов, как раз азиатская кухня, Инагано, это достаточно молодые рестораны, имеется ввиду азиатской кухни, как мемори Фламенко, так и Мемориз Карибы, Мы просто искали возможность расширить с учетом популярности азиатских блюд, японских блюд в Европе, в России. Мы решили просто расширить возможности для выбора клиентов. Ну, соответственно, это все хранировано предварительно. Наш относительно новый кафе. Именно кафе, где делают совершенно разные напитки с добавками, именно кофе. Кофе Кубинский очень хороший. Я рекомендую как раз приобрести, кроме рома, сигар кубинских, которые все знают, что они хорошие, как сувенир или с собой, тоже можно купить кубинский кофе и горки шоколада. Какао растет на Кубе, поэтому тоже можете такие вещи брать с собой. Наш кафе и кафе мороженое, собственное производство мороженое, очень густое, вкусное, разных, соответственно, вкуса. Находится прямо около бассейна, поэтому взрослые, которые хотят баловать себя и поесть мороженое сладкое, просто выпить с различными добавками кофе, как холодный, так и горячий, пожалуй, могут посетить наш кафе. Дом вина – это дополнительная опция, которая предоставляется нашим клиентам, можно организовать дегустацию вина, марочная вина. Это, соответственно, за дополнительную плату, но в любом случае, я думаю, что для желающих за достаточно доступным ценам, очень приемлемые цены, можно приобрести вина производства Испании, Италии, Франции, Аргентине, Чили и так далее. Приглашаю тоже посетить наш спа-центр, в нем тоже есть джакусси, есть сауна, есть тренажерный зал. Для тех, которые хотят держать форму и привыкнуть к тому, что ходить один, два или три раза в неделю в тренажерный зал, пожалуйста, в нашем отеле в Карибе тоже можно посетить. Спортивные площадки, теннисные корты тоже нужно предварительно бронировать у сотрудников ресепсии отеля. И в том числе на пляже есть немоторные водные виды спорта, которые клиент, само собой, заказывает по желанию. Если они свободны, это каяк, это водные велосипеды, это катамараны в том числе. Дальше, переходим к Айоги Гермо. Стартфиш к Айоги Гермо – это наше относительно молодое приобретение. Это бывший отель-серкотель к Айоги Гермо. Мы приобрели его два года назад. Соответственно, на территории отеля сделали капитальный ремонт всей общей инфраструктуры отеля. 50% номерного фонда тоже сделали ремонт. Соответственно, поставили современную мебель, сделали капитальный косметический ремонт номерного фонда всего. Вот ресторанов, баров, тренажерные залы, которые есть на территории данного отеля и так далее. Территория очень зеленая, как видите. Это первый отель, когда вы заезжаете к Айоги Гермо по правой стороне. Как видите, очень такой мелкий заход в море. Очень большой процент номеров имеют вид на море. На территории отеля небольшие дома, либо одноэтажные, либо двухэтажные дома. И в том числе на территории отеля есть деревянный бунгало, который двухэтажный. Там есть стандартные номера и номера категории юниор-шуит. Для тех, которые любят как раз именно жить в таких деревянных домах, пожалуйста, можно такую опцию предложить. И, как видите, вот именно деревянные бунгало имеют свой отдельно собственный бассейн. Очень ухоженная, как видите, территория. Очень такая, как называется, чистая, ухоженная. И достаточно большая, можно прогуляться по всей территории. На экране стандартные номера. Максимальное размещение двое взрослых плюс двое детей. Но и напоминаю о том, что очень большой процент номеров именно смотрят на море. Либо на первых этажах это терраса, либо на вторых этажах небольшие балконы, где можно посидеть. Вот номера, которые после ремонта, как видите, совершенно новая мебель. Это совершенно новые ванни-комнаты для клиентов, которые хотят, скажем так, посвежее, чтобы были номера непосредственно во время своего отдыха. Вот. В деревянных бунгалох, как выглядят стандартные номера. Вот. И в том числе есть номера юниор-суит. Имеется в виду, они чуть побольше. Имеет такая зона гостиная, кроме спальной части этих номеров. Максимальное размещение двое взрослых плюс двое детей. Напоминаю, что отель семейный. Вот. Ну и, конечно, в этот отель любят те, которые хотят заниматься различными видами спорта, таких, как кайсерфинг или вайнсерфинг. Прямо на территории отеля есть школа кайсерфинга. Вот. Про рестораны и бары. То же самое повторяется по стандартам, что кайо фламенко, мемори фламенко или мемори карибы. Здесь просто количество ресторанов ала карта меньше, всего три. Но все-таки клиенты заранее это все бронируют, посещают. Шведский стол, буфет, международная кухня. Совершенно разные блюда. Большое разнообразие и фруктов, и салатов. Небольшое количество горячих, имея в виду супов. Которые русские туристы любят супы. Но может быть там один или два типа супов. Большое количество готовых блюд. Это и говядина, свинина, это курица, это может быть баранина. Это само собой рыба, может быть морепродукты, креветки, миды и так далее. Конечно, в основном, если морепродукты, это больше в ресторанах ала карта. Если клиенты бронируют заранее, то, конечно, там все могут дегустировать. Наш мини-клуб, здесь только ограничение от 4 до 12 лет. Относительно небольшой, имеет, как видите, своя площадка. Небольшой такой детский бассейн. Ну и по комнатам, соответственно, детьми в течение дня занимаются. Это информация по развлекательной программе, как для детей, так и для взрослых. Есть в лобе отеля, специальные доски информационные, где по дням и по часам расписано, чем клиенты могут заниматься во время своего отдыха. Ну и, пожалуйста, вот на примере, как раз, Тарфишка и Йоги Гермо. Именно пляжный болейбол, такие же площадки есть в Мемори, в Фламенко и в Мемори, в Карибе тоже самое. Ну и, само собой, можно и заниматься фитнесом, и теннисом тоже играть на время пребывания, ну и так далее. Поэтому, как бы, туристы в этом отеле, это отель, который имеет очень доступную цену. Если посмотреть на туроператоры, которые предлагают этот отель, в том числе и туристы-уператоры, то, конечно, он находится в первых рядах поисковика. Мы сделали специально наблюдаемый ресурс, понимая, что очень сильно пострадали экономики, сотрудники, зарплаты, их же и прочее. Поэтому мы стремились к тому, чтобы дать максимально выгодные условия контракту и туроператорам, которые летают в Каю-Коку, непосредственно из России. Ну вот, несколько кадров на вашем экране, как выглядит, скажем так, кайсерфинг непосредственно у нас в отеле. Очень активно, особенно в период ноябрь-май, как раз получается такой глубокий заход в море, практически вольнистости нет. На самом-то деле, касаемо водорослей, часто спрашивают относительно водорослей, тоже водорослей очень мало. Если они есть, это в основном по утрам, все-таки убирают территорию отеля и чистят пляж. Вот, теперь вот про знаменитую вот эту программу, клуб Diamond Club, да, вот, что включают, пожалуйста, на вашем экране. Эту программу можно приобрести для отелей в категории Royalton, Grand Memories и Memories. Клиенты, которые живут в отелях в категории Starfish, этой программы нет. Поэтому у них все, как бы можно сказать, обслуживание стандартное в отелях марки Starfish. Что включает, как мы говорили, это персональный чек-ин-чек-аут, приветственный коктейль, это ранний заезд, поздний заезд, это отдельные рестораны, где проходит обед, или отдельная зона в ресторане-буфет, это один шоу-ужин, который делается раз в неделю, скидки, которые у вас по центру для этих клиентов. Это корпуса и номера улучшенной категории в отеле непосредственно, вот, ну и ряд других приятных вещей, на пляже отдельная зона, отдельный бар с расширенной картой напитков, в том числе премиум-класса и так далее. И напоминаю, что стоимость это примерно 25 евро за номер, за ночь, если клиенты могут приобрести, могут это сделать через туроператор, или по прибытию, при заселении могут попросить, что мы готовы доплатить за данную программу, они приобретают и получают все преимущества по данной программе. Сватвенные церемонии, само собой, да, как бы все времена, независимо от того, насколько было сложно или тяжело, люди знакомятся, влюбляются и женятся, поэтому можно на Кубе по очень доступным ценам бронировать через туроператоры. Различные сватвенные церемонии символические, есть беседки в отелях и в Фламенко, и в Карибе, и в Старфиш Каюби Ему, где как раз приобретая пакеты, носительно недорогие, вы получаете полностью оборудованное, соответственно, беседки, это можно сделать тоже на пляже, это тортик, это шампанское, это координатор, который определяет день и время церемонии, соответственно, уборка номера в день свадьбы, это завтрак, следующее утро номер клиента, это вечерное время, клиенты могут заказывать полуприватный ужин, клиенты могут заказывать дополнительно приватный ужин, как у бассейна, так и на пляже, включены в том числе 4 фотографии, 4 на 6 бесплатно для клиентов, конечно, за дополнительную плату клиенты могут заказывать, безусловно, заказывать фотосессию, могут заказывать ретро-машину, фотосессию, могут заказывать музыку, могут заказывать танцы, все что угодно, клиенты могут заказывать, конечно, по программам, при этом через туроператор это можно сделать, либо по выводу на ваше, как называется, усмотрение. Для молодоженов есть бесплатная программа «Медовый месяц», это нужно обязательно при бронировании клиентов через туроператор указать, нужно, чтобы клиенты брали с собой копию свидетельства о браке, данная программа существует и действует в течение 6 месяцев с дня, с даты бракосочетания, ну и, соответственно, получают те преимущества, которые видно на экране. Это повышение уровня номера, это шампанское в номер, это полуприватный ужин, это завтрак, соответственно, в номер следующий день, скидка 10% спа и поздный выезд из номера, который получают клиенты. Поэтому, пожалуйста, делайте приятно вашим клиентам. Данный пакет можно заказывать для юбиляров, у кого есть юбилей, там, 5 лет, 10 лет свадьбы. Главное, чтобы день свадьбы пришел в один из дней проживания непосредственно в наших отелях. Напоминаю, что тоже бывают дни рождения. Очень важно, чтобы клиенты свой день рождения почувствовали особое к себе отношение со стороны отеля, поэтому, пожалуйста, указывайте. В отеле обычно в одном из ресторанов «Алакарта» делается праздничный ужин, соответственно, делается такой мини-тортик, или официанты поздравляют клиента, делаются такие приятные моменты, сюрпризы для клиента. Главное, чтобы вы об этом помнили и указали при бронировании через, как называется, туроператор. Так, на вашем экране мои контакты. Я постоянно живу в Москве. Какой вам нужен будет материал, пожалуйста, описание на русском языке, видеоролики, фотографии, описание программы «Дай вам клак», свадебные церемонии. Все, что вам нужно для вашей работы, это помощь туроператорам, в этом случае туроператору и туристу. Тоже, как бы, хочется, чтобы вы знали всю правду о наших отелях. Вот, если клиенты задают какие-то вопросы, чтобы вы могли бы к туроператору обращаться, ко мне обращаться по моим отелям. Если у вас очень важные клиенты, если у клиента возникают какие-то запросы, какие-то вопросы даже на местах, можете ко мне обратиться. У меня, в принципе, есть и почта, как видите, на экране. Можете позвонить, есть WhatsApp, есть Messenger, есть Viber, есть Telegram. Пожалуйста, пишите. Буду рад всегда ответить на ваши вопросы, отвечать на ваши вопросы. Так, здесь есть еще... Все, я просто думал, что есть еще какие-то вопросы. Если вопросы возникли, скажем так, по моей отеле, пожалуйста, пока есть время, можете написать. Вот, я благодарен за ваше время, за то, что были с нами, соответственно, и послушали наш вебинар с Василием, совместно с туроператором «Интурист». Желаю вам крепкого здоровья, вам и вашим туристам. Желаю, чтобы ваши клиенты отдохнули, поехали на Кубе, все было отрицательно в плане тестов, чтобы они действительно могли бы любоваться раем на земле, потому что на самом деле Кайо-Коку – это рай на земле, это очень интересный, красивый отпуск, это прекрасные закаты, это такие живописные пейсажи, это очень веселые, такие сотрудники отеля, и танцы салса, и различные коктейли, которые русские туристы любят, и различные водные виды спорта, и охота, в смысле, имеется в виду и рыболовство, и коралловые рифы, и дипсафары, и пляж Пиляра, очень много всего таких моментов интересных, красивых. И, конечно, особенно после коронавируса, когда нам всем было тяжело и морально, и психологически, и физически, хочется просто получить такой прекрасный отдых, в том числе через туроператор «Интуриз», в отелях, в том числе, «Блюдаемый ресорт». Пожалуйста, буду рад вам отличного настроения, отличных продаж, и чтобы все было благополучно в этом году, еще есть месяц, да, и начало следующего года тоже для вас было все отлично, успешно и замечательно. Вам побольше благодарных клиентов, богатых клиентов, всего вам доброго, удачи и до свидания. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Our only question to you is, when will we see you here?